Добрый день! Тема нашего урока – повторение курса алгебры и начало анализа 10 класса. Сегодня на уроке мы будем повторять понятие функция, производная функции, а также решать задачи и упражнения с использованием функций и их производных. Начнем наш урок с повторения темы функция. Посмотрите на предложенные графики и ответьте на вопрос, какой из них не является графиком функции. Внимательнее! Проверьте себя. Правильный ответ – С. Потому что функция – это соответствие, при котором каждому значению аргумента сопоставляется единственное значение зависимой переменной. Давайте вспомним, как можно исследовать функцию с использованием графика. На рисунке изображен график функции y равного f от x. Давайте выясним ее свойства. Запишем область определения функции. Область определения функции – это множество допустимых значений аргумента х. В нашем случае х меняется от минус 3 до 7. Значит, d от у от минус 3 до 7. Найдем множество значений функции. У данной функции y меняется от минус 3 до 3. А значит, и е от у равно от минус 3 до 3. Определим промежутки возрастания и убывания функции. Функция возрастает на промежутках от минус 3 до минус 1, от 4 до 5 и от 6 до 7. Функция убывает на промежутках от минус 1 до 4 и от 5 до 6. Определим максимальное и минимальное значения функции на области определения. Функция достигает своего максимального значения при х, равном минус 1 и достигает своего минимального значения при х, равном 4. Теперь определим четность функции. Помните, что если график функции симметричен относительно оси у, то функция является четной. Если же имеет место симметрия графика относительно начала координат, то функция нечетная. Так как наш график не симметричен, то это означает, что наша функция – функция общего вида, то есть нечетная, не нечетная. Выполните следующее задание самостоятельно. На рисунке изображен график функции у, равная f от х. Запишите область определения функции. Найдите множество значений этой функции. Определите промежуток возрастания. Определите максимальное значение функции на области определения. Определите четность данной функции. Вы можете поставить видео на паузу и выполнять данное задание. Теперь давайте вспомним еще один раздел 10 класса, связанный с понятием функция. Это раздел «Производная». Для разминки давайте найдем производную функции у, равная 5х в 10 степени минус 2 косинус х. Итак, правильный ответ – «Е». Если вы допустили ошибку в нахождении производной данной функции, вам необходимо повторить таблицу производных. Ответим еще на один вопрос. В чем заключается физический смысл производной? Правильный ответ – «Б». Физический смысл производной в том, что производная функции в точке равна скорости изменения функции в данной точке. Выполним упражнение. Вы помните, что производная имеет также и геометрический смысл. Заключается он в том, что производная функции в точке равна тангенсу угла наклона касательной, проведенной графику функции, в этой точке. Давайте составим уравнение касательной к данной функции в точке А. На экране «Общий вид уравнения касательной» Найдем значения х0, f от х0 и f' от х0 для данной функции. х0 – это первая координата точки А. Она равна 0. f от х0 равна 2. Вторая координата точки А. Также можно найти f от х0, подставив значение х0 в уравнение функции. Производная данной функции f' от х равна 6х в квадрате минус 3. Подставим в производную значение х0, получаем минус 3. Осталось подставить все полученные числа в уравнение касательной. Выполняем преобразование. Получаем уравнение прямой у равное 2 минус 3х. Выполните самостоятельно еще одно упражнение. Поставьте видео на паузу и решайте. Еще один важный момент в теме производная – это применение производной. Вспомним, как с помощью производной можно исследовать функцию. Решим упражнение. Найдем точки экстремума и промежутки возрастания и убывания данной функции. Итак, производная функции у' равна 10х в четвертой степени минус 10х. Приравняем производную к нулю. Решим получившееся уравнение. Отметим точки на координатной оси. Определим знаки производной на получившихся интервалах. Помните, что знак крайнего правого интервала совпадает со знаком коэффициента при высшей степени х. Используем условия монотонности и существования экстремума. Помним, что на интервалах, на которых производная имеет знак плюс, функция возрастает, а знак минус убывает. Таким образом, функция возрастает на промежутках от минус бесконечности до нуля и от единицы до плюс бесконечности и убывает от нуля до одного. Также мы видим, что там, где происходит смена знака производной, получается точка экстремума. Наша функция достигает максимума при х, равном нулю, и минимума при х, равном единице. Таким образом, мы вспомнили, как применяют производную для исследования функции. Выполните самостоятельно аналогичное упражнение. Поставьте видео на паузу и решайте. Кстати, теорию дифференциального исчисления в 1666 году построили независимо друг от друга, но практически одновременно два великих учёных – Ньютон и Лейбниц. Ньютон пришёл к понятию производной, решая задачи о мгновенной скорости, а Лейбниц – рассматривая геометрическую задачу о касательной к окружности. Кроме того, Ньютон и Лейбниц исследовали проблему максимумов и минимумов функции. Итак, мы повторили некоторые вопросы курса 10 класса. А теперь ответьте на вопросы для закрепления. Что такое функция? Как по внешнему виду графика функции определить её чётность? В чём заключается физический и геометрический смысл производной? Для того, чтобы лучше вспомнить эти темы, вы можете дополнительно воспользоваться представленными на экране ресурсами с видеообъяснениями. Для перехода используйте QR-коды. Теория и упражнения на портале Billimland помогут вам ещё раз повторить изученный материал. Для перехода на сайт также используйте QR-коды. Итак, ребята, наш урок подошёл к завершению. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok